Газ находится в угле, находится в окружающих породах, и при разрушении массива, при добыче угля, когда его рубают или садится кровля, поддувают почву, выделяется газ. Если шахта газовая, газовобильная, то, естественно, накапливается много газа. Необходимо решать этот вопрос через вентиляцию, дегазацию, не добывать уголь любым путем, по принципу «давай-давай». И применяется целый ряд других мероприятий. Но в данном случае, в этом году, когда цены на уголь взлетели в Поднебесье, уголь становится по своей цене золотым, то, естественно, есть большое желание наращивать добычу, не думая о том, какие будут последствия. И вот получили такую неприятность. Я помню, подобное происходило в 2007 году на шахте в городе Донецке, шахта Засядько, когда тоже не придерживались мероприятий по соблюдению пыли газового режима. Погибло 55 человек, потом через короткое время, через несколько дней еще 45 человек, потом 6 горноспасателей. Людей гнали в шахту. Я тогда обратился к премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой применить свои полномочия, и шахта была остановлена. И установили режим ограничения. Ну, на шахте Распадской, Кузбассе, подобное происходило, когда погибло 91 человек. Я помню, тогда также был конфликт между губернатором Тулеевым и руководителем службы, которая контролирует вопросы соблюдения техники безопасности России. Так же конфликт был в Донецке между собственником предприятия, которое имело очень огромное влияние в украинской власти, и руководителем господинодзора Украины. В данном случае погибли люди. Этого не должно быть. И я опять хочу провести параллель с Украиной. Когда собственники экономят деньги и не проводят обучение в дымном штреке. У меня есть информация, что на этой шахте так же самоэкономили деньги и рабочие не были обучены. И тогда возникает вопрос. Они задохнулись. В результате чего? Был завал, они не могли выйти. При этом включились самоспасатели, не могли выйти. Или все-таки они не могли включиться в самоспасатели, потому что они не были обучены.